В Красноярск приехал президент Норникеля Владимир Потанин. Компания, спонсор Олимпиады в Сочи и универсиады в Красноярске. Партнер Российского футбольного союза, владелец баскетбольного ЦСКА. Сам Потанин тоже серьезно занимается спортом, играет в ночной хоккейной лиге за команду «Легенд российского хоккея». В Красноярске он осмотрел объекты бобрового лога, на горных лыжах проверил качество одной из трасс, а затем дал эксклюзивное интервью спортивному клубу. Ну, слушайте, спортсмен должен выходить на соревнования, веря, что у него все будет нормально, и все эти мысли надо гнать. Поэтому матч действительно важный, мы едем в Норильск, привезем туда команду «Легенд», будем играть с командой города. для них это большое событие, для всех, кто выйдет против звезд, против таких хоккеистов, как Фетисов, Касатонов, Буре, Могильный, Якушев. Вот, я думаю, что это будет знаменательное событие, конечно, я тоже по-своему готовлюсь. Вот, так что сегодня я был аккуратен. Вы знаете, я с ребятами играю два раза в неделю, это и есть самая лучшая подготовка. С такими мастерами два раза в неделю сыграть в хоккей, ну, знаете, прогресс очень быстро идет. Вот, ну, плюс я так стараюсь, если есть время, вечерком тоже прокатиться там лишний раз, или побросать, потренироваться. Вот, но к таким встречам, как в Норильске, или когда мы играем в Сочи в финале ночной хоккейной лиги, или вот как сейчас в декабре был Кубок Легенд, к ним подготовка скорее не физическая, а моральная. То есть настроиться, как-то надо сосредоточиться, прочувствовать ответственность. Хоккей я любил с детства, да, мы все в 70-е, 80-е годы сидели у телевизоров, и кроме хоккея и футбола ничего не смотрели, поэтому зимой в хоккей, летом в футбол. Мы все играли, за золотую шайбу, там, за кожаный мяч, кто как. Вот, поэтому какой-то минимальный навык у меня с детства, конечно, оставался, и любовь к хоккею, она всегда была с детства. Вот, а тут просто, что называется, случай подвернулся. Я попробовал сыграть совершенно на другом уровне, с нашими выдающимися мастерами, и я совсем с другой стороны для себя хоккей открыл. Как игру не только зрелищную, такую бойцовскую, мужскую, ну, как игру очень такую интеллектуальную, эмоционально богатую, и поэтому, собственно, может быть, и поэтому я не устаю играть, не устаю тренироваться, потому что получают от этого огромное удовольствие и очень такой серьезный внутренний подъем. Вы знаете, с такими мастерами играть в каком-то смысле легко, потому что они настолько все точно, понятно делают, объясняют, настолько за ними легко тянуться, потому что, знаете, вот все великое очень просто. Вот у них и техника движения, и броски, и их тактические схемы, они настолько изящные, настолько понятны, что нужно просто вот к этому тянуться. Я шучу, что ничего делать не надо, нужно просто в нужное место приехать и клюшку подставить. В регионах я не знаю, а вот развивать там, где находятся наши предприятия, там, где я сам бываю, там, где я знаю людей, конечно, важно. Я сам считаю и следую правилу, что спортивный образ жизни – это очень правильно, здорово и помогает человеку, да, в трудных ситуациях. Человек, который занимается спортом, он более стрессоустойчив, более настойчив в достижении цели. Поэтому, что называется, от мала до велика, я считаю, что все должны спортом заниматься, ну, без фанатизма, конечно, да, вот, но должны. Поэтому, если у меня есть возможность этому содействовать или, там, пропагандировать своим примером, примером выдающихся мастеров, я всегда стараюсь это делать. Невозможно руководить крупными коллективами, невозможно строить крупные компании и предприятия, не обладая высоким уровнем ответственности. И эта ответственность, прежде всего, социальная, то есть за то, как люди получают заработанный план, как и сколько они получают за свой труд, чтобы они это регулярно получали, да, то, как мы себя ведем в регионе, где мы находимся, а именно, чтобы мы платили налоги, там, и прочее. Поэтому социальная ответственность, это в некотором смысле, ну, для меня это лицензия на бизнес, скажем так. Если ты не социально ответственен, то, в принципе, у тебя может и не оказаться лицензией на бизнес, и, грубо говоря, потом не обижайся. Вот, а если ты что-то делаешь, если ты за собой ведешь людей, мобилизуешь коллективы на решение важных задач, ну, ты должен понимать, что эти коллективы волнуют, и делать все, чтобы им комфортно работалось. К счастью, незначительно, потому что это один из немногих объектов универсиады, который существует уже много лет, который востребован в городе, насколько я понимаю, да, здесь вот 300 тысяч посетителей за год бывает. Поэтому этот объект уже для города привычный, и к универсиаде его просто приукрасим. В принципе, мы уже вложили в этот курорт порядка 5 миллиардов рублей, и сейчас еще около 2 миллиардов рублей доинвестируем, с тем, чтобы достроить, ну, вот, например, спортивно-тренерский блок, обеспечить меры безопасности, и кое-что подделать на горе. Это, в том числе, кстати говоря, увеличит пропускную способность, и в дальнейшем пригодится для функционирования этого курорта после универсиады. Вот, а в остальном, у нас как бы удачная ситуация, что с Розовым хутором в Сочи, что с Бобровым логом в Красноярске, что мы не задумываемся о наследии, потому что это строилось с самого начала не для соревнований, а для людей, чтобы они здесь катались, отдыхали, и так оно и будет. Просто в какой-то год мы примем универсиаду. И это просто повод чуть-чуть, что называется, перышки почистить, подстроить, подделать что-нибудь. Вы знаете, мы обсуждали с губернатором Толоконским этот вопрос, но пришли к взаимному решению, что этого делать не нужно, потому что для бюджета края, тем более города, было бы тяжело содержать такого рода объект, потому что порядка 200 миллионов рублей в год мы тратим на операционное содержание данного объекта. И мы договорились, что мы оставим это у себя и будем сами следить за этим объектом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова